Великой Отечественной войны Великой Отечественной закономерной была мысль о создании в нашем городе мемориала, посвященного комсомольчанам, павшим в суровые годы войны. Идея сооружения ныне известнейшего в городе архитектурного комплекса принадлежала первому секретарю горкома партии Комсомольско-на-Амуре Бурюку, который, будучи сам фронтовиком, предложил рядом с Великим Амуром вдали от городской суеты и шума воздвигнуть памятник тем, кто не вернулся домой с войны. Инициатива была поддержана городом, поэтому объявили конкурс на лучший проект. Самое активное участие приняла группа архитекторов и скульпторов из Ленинграда. Кстати, именно ленинградская группа и вышла победителем в состязании на лучший проект. Одну из главных ролей сыграла Надежда Семеновна Ивлева. Изучая архивы, она наткнулась на письмо немецкого офицера. Он писал, «Мы довольно легко прошли Польшу, Францию, Нидерланды, но русские встали на пути, как каменные глыбы». Именно последние строки из письма послужили отправной точкой замысла. Установить на будущей площади славы внутри мемориала несколько гранитных глыб с изображением лиц фронтовиков различных родов войск. Сорудили семь глыб. Получилась целая скульптурная группа. Они подалеку установили три пилона. Три белые стелы устремлены в небо, формой напоминающей солдатские штыки. На них в день открытия мемориального комплекса стояло три даты. 1941, 1943 и 1945 года. Позже в процессе реконструкции на среднем пилоне вместо цифры прикрепили изображение ордена Великательственной войны. Внизу на плоскости бетонных плит в центре бронзовой звезды полыхают языки пламени вечного огня, зажженного в память тех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины. Именно здесь на протяжении 27 лет несут почетную вахту учащейся школы города. В 1977 году, 9 мая, здесь впервые выстроился почетный караул, состоявший из 41 учащегося школы номер один. А с 9 мая 1978 и по сей день тут постоянно несут вахту лучшие представители школы города. Это очень большая ответственность, так как мы стоим перед всем городом, то есть весь город на нас смотрит, и поэтому никаких замечаний вообще быть не должно. То есть все должно проходить гладко и, в общем, все красиво и торжественно. Я очень горжусь, что именно наш класс стоит на мемориале. Мы лицо города, как нам сказали, юно-армейцы города. Я считаю, что это очень ответственно, потому что нас выбрала школа, всего 17 человек из всей школы. И, значит, мы были лучшими, и мы должны оправдать все надежды. Здесь у ребят все как в армии. Отряды, командиры, комиссары, разводящие. В вахтах участвуют учителя, которые выступают в роли воспитателей, руководителей подразделений юно-армейцев. Несение службы учащиеся начинают каждый год с 9 мая и продолжают ее по 4 сентября. Размеренным четким шагом, который ребята отрабатывают на строевых занятиях, проходят они каждые полчаса по нескольку человек к вечному огню и становятся в караул. Через некоторое время к ним на смену является новая группа мальчиков и девочек. Присутствует, конечно же, волнение, когда особенно стоишь или принимаешь смену, ее ждешь. И потом, когда их наконец-то уводишь, уже рады, что наконец-то это все кончается. Потом с новыми силами опять ведешь новую смену. Это достаточно, скажем, сложно, достаточно много волнений. Но находятся силы все-таки это пережить, и все проходит достаточно хорошо, скажем, для первого раза. Стоять очень трудно на посту своем. Очень трудно шагать ритуальным шагом. Это требует долгих тренировок. Все здесь по графику. Требуется дисциплина и внимание. С утра и в течение дня ребята учатся нелегкой почетной миссии. И здесь же они питаются и вновь выходят на свой пост. Это очень торжественно. Конечно, присутствует волнение, потому что мы стоим перед всем городом. Весь город смотрит на нас. Но это очень почетно. Мы еще не совсем большие, не совсем еще подготовленные, но для того и учимся. К 60-летию Великой Победы в штабе мемориального комплекса в этом году открывается музей. Здесь будут храниться мемориальные книги, книга почета, огромное количество документов и материалов военных лет. Очень много материалов в музей приносят и отдают сами ветераны. Это одни из самых дорогих и важных для них вещей. Но для нового музея они готовы их отдать, чтобы подрастающее поколение изучало и помнило о тех временах, когда люди совершали настоящие подвиги. Регулярно в музее проводятся экскурсии и воспитательная работа. Нынешние хранители музейных ценностей Валентина Ивановна Чернышева и Вячеслав Иванович Аликин просвещают молодое поколение, рассказывая о славных традициях прошлого. Штаб существует с 1978 года. И сегодня он чуть ли не единственный, действующий на Дальнем Востоке. Школьники и ветераны посещают его круглый год. Здесь проводятся уроки памяти и мужества. Ребятам рассказывают о героях Советского Союза, о партизанах, о пионерах-участниках войны. На встречи приглашаются ветераны и военные действительные службы. Причем, судя по всему, наше подрастающее поколение тянется к познанию своей истории. Уже в этом году в штаб было принято более 700 детей. Значение мемориального комплекса и его музея трудно переоценить. Ведь именно эти места являются связующим звеном между прошлым и будущим. Здесь дети учатся любить и ценить свою историю, свою родину. Они учатся уважению к подвигам своих предков и получают уроки истинного патриотизма. Главная цель – отстоять честь города и почтить павших, ну и также не опозориться самим. Принести благодарность всем тем, кто пал за наш город, за нашу родину. И охранять их, как бы, и почтить их пальцем. Ангел мой, хранитель струковки, слышит каждый мой шаг, Наши громкие слова покрывают голосами. На границу последних сил, на границу магию, Наши верные слова обливаются слезами. На руке, на руке, на руке, на руке. Почему-то прошли те времена, когда в музыкальной среде постоянно рождались оригинальные проекты, новые группы, нестандартные композиции и свежие идеи. Музыкальные критики и искусствоведы все чаще спорят, куда и почему исчез настоящий рок. Ведь еще несколько лет назад казалось, что эта музыка будет вечной. А сегодня многих признанных когда-то рокеров обвиняют в том, что их музыка перерождается в попс, совершенно меняя свою сущность. Имя Вячеслава Бутусова, легендарного рок-музыканта, для истинных его поклонников по большей части связано с периодом, когда рок вовсю развивался и жил. Тогда получили широкую известность многие группы, и в частности, Наутилус Пампилюс. Музыкальный мир поражал многообразием интеллектуального творчества, экспериментов и талантливых музыкантов. Я думаю, что всему своему времени, всему своему месту, всегда перманентно существует какой-то определенный слой какой-то культурной массы, которая либо подходит по химическому процессу данному времени и местоположению, либо не подходит. Вот в тот период это все совпало. Я имею в виду в том числе не только конкретные коллективы, а вообще то, что к этому был такой массовый... то есть, чрезмерно интересный. Серьезно заниматься своим творчеством и созданием группы Вячеслав Бутусов начал будучи студентом Свердловского архитектурного института, а продолжил свое дело уже в Ленинградской рок-лаборатории. После самого раннего наименования Алибаба и 40 разбойников группа окрестила себя Наутилусом. Затем прибавилось слово «Пампилюс», которое превратило имя ансамбля в обозначение моллюска, откусывающего створками раковины части своего тела, чтобы продолжать жить. Название коллектива оказалось в чем-то пророческим. Непростые личные взаимоотношения музыкантов у Наутилуси привели к тому, что коллектив распался. Старого коллектива нет. Они все, как отдельные личности, каждый занимается тем, чем он может заниматься вне коллектива. А Наутилуси говорили, что участники группы в своем творчестве представляют жизнь более сложной, чем многие другие. Это было похоже на взгляд изнутри. Группа сумела однажды показать самоотдачу на пределе, ошеломить публику. И с тех пор от Вячеслава Бутусова меньшего не принимают. Нет, это не мы ошеломили, а это просто народ вдруг решил ошеломиться. Он просто морально был к этому готов, и, видимо, мы стали последней каплей, и просто отпало на эти похорону. Сегодня Вячеслав Бутусов вновь популярен. Гастролирует по России с новой командой Юпитер. Комсомольск-на-Амуре за всю свою гастрольную деятельность посетил впервые. Я в Комсомольске-на-Амуре не раз был. Несмотря на то, что я начал колесить лет 20 назад по стране в качестве командировочного исполнителя. Так что, в общем, я воспринимаю любую атмосферу, мне неведомо, с большим интересом. Что касается современной рок-сцены, то по этому поводу музыкальной критики высказывается чаще всего негативно. Видимо, на определенном этапе что-то было музыкантами утрачено. Поскольку я ее современным взглядом оцениваю, то есть с точки зрения человека, который находится в моем положении, в моем возрасте, то я ее не объективно оцениваю. Вот когда я был восторженным студентом и собирал пластинки, вот тогда, наверное, моя оценка была бы более объективна, но по отношению к той музыке. А сейчас я буду выглядеть просто как брызжащий, всем недовольный человек. Но я не специалист в этой музыке, поэтому я не могу никакую оценку делать. Я вам говорю это совершенно искренне. Субтитры создавал DimaTorzok И если я что-то выбираю, то, наверное, кино нужно какое-то. Все равно глубокий. Нет, конечно, хотелось бы, чтобы оно тебя увлекало. Потому что весь процесс удовольствия для меня от кинематографа заключается в том, что ты можешь сидеть, ничего не делать, а вокруг тебя происходят всяческие невероятные вещи. Вот в этом, собственно, все преимущество кинематографа, как иллюзии, как фокус. Если этот фокус бездарный, то, собственно, и тратить время на него не нужно, потому что и так известно, что это фокус. И не стоялюхов Приходит к нам посоль И слизывает сна Синеньюю соль Комония от нас Выносит все назад Показываются 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 Вот у меня глаза Нет, но жена Как надо И я Не пою, Скорую, Зон На твоем Невинном Тело Словно Тело И Видел от Концерт, который состоялся в театре Драмы, собрал комсомольчан разных поколений. Вячеслав Бутусов представил несколько новых творений и давно полюбившиеся хиты. О музыке Бутусова нередко говорят как о философском творчестве. По словам самого музыканта, какое-либо учение его никогда особенно не увлекало. Ему более близка философия жизненная, человеческая. На стволах железных веток не шумит листва. На стальной тройку вытасы тритва стыкоза. Сладные птицы в клетках больше не боюсь. Механические руки стыкоза. Сладные птицы в клетках. Сладные птицы в клетках. Я не хочу выглядеть одновременно. Я не хочу выглядеть одновременно. Специалистом в этой области и профаном, я могу сказать, что для меня личная жизненная человеческая философия, она более понятна. Так я скажу. Я не углублялся в теоретические пространства различных философий. Мне всегда была в тягость что-то запоминать, какие-то запоминать условности, правила, без которых иначе эта теория невозможна понять. Поэтому я всегда придерживался собственной философии. Для меня жизненная философия – это всего лишь созерцание того, что происходит вокруг. Особенно. Но больше ничего и не надо. Песня звонкую пропела. Песня звонкую пропела. И на изгоре взлетела. Птица пела прожила. И в шаршуловых метах. Птица пела. Птица пела. Если спелая парина Почернела без причины И насыпала в скорах Значит, кончила себя Играет парень Благород Если без причины Играет парень Звора Ватрай 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я проецирую то, что вижу, в графическом эквиваленте лучше, чем музыкальный. На пресс-конференции неоднократно затрагивался вопрос, касающийся музыкальных пристрастий Бутусова и его близких. Но конкретного ответа журналисты так и не получили. Я с определенным интересом музыку впитывал в себя как раз в школе и в институте. После этого я перестал ее входить в эту библиотеку, условно говоря. Я воспринимаю музыку на эмоциональном уровне, и мне не важно, кто этот звук издал, когда и зачем. Старшая дочь Ани, ей уже 22 года, она слушает то, что считает ей необходимым. И, ну, в общем, ближе к радикальной, так скажем. И не обязательно она ограничивается, допустим, от современной поп-музыки, да, включая рок-н-ролл. А средняя дочь Ксюша, она больше сосредоточена на учебе, и слушает, так я понимаю, весь спектр ее музыкальных интересов сводится к тому, что там девочки в классе слушают. То есть она так приобщается к этому. А младшая Софья, которой скоро будет 6 лет, она вообще просто поет, ходит непрерывно, поэтому и слушает и не поет. Долгая жизнь многих песен Гутусова вполне позволяет отнести их к национальному русскому року как к естественному продолжению музыкальных традиций отечественного искусства. Живой звук жив. Интеллектуальное творчество не угасает. И значит, этой музыке суждена вечная жизнь. Редактор субтитров А.Семкин